м доброго времени суток друзья на связи канал плафон и сегодня мы поговорим о том что есть их гном новая вариация в углом 40 поговорим рассмотрим посмотрим как его настраивать поговорим немножко о самом концепте гнома почему данный рабочий стол кому-то нравится кому-то нет какие у него особенности какие у него плюсы и какие у него минусы поехали начнем мы все это дело с самой элементарной установки установщик fedorio очень простой некоторым он не нравится потому что он слишком простой в нем нет тех привычных для нас функций настройки на самом деле устат установщика требуется в принципе установить систему с чем он соответственно исправляется очень хорошо выбираем язык нажимаем продолжить и нас перегидывает вот такое вот окно обзоры установки здесь мы можем выбрать раскладку нашей клавиатуры я принципе оставляю все по дефолту потому что fedora хорошо определяет такая у меня раскладка клавиатуры выбираем место для установки здесь нам необходимо выбрать диск на который будет установлена наша операционная система наш дистрибутив моем случае это ssd-шка вот самсунга на 250 гигов выбираем ее и дара разожмем готова сейчас установщик нас просят хотим ли мы освободить место под наш дистрибутив нажимаем освободить и так как у меня устану это ssd-шка будет только для установки данного дистрибутива я нажимаю удалить все и нажимаю освободить имейте ввиду что все ваши данные из данные ssd будут удалены то есть он будет полностью очищен под установку далее выбираем наш часовой пояс и два раза жмем готова после этого все предварительные настройки реализованы и можно начать саму установку это дело у нас занимает буквально несколько минут но может быть вся установка занимает где-то минут пять наша установка завершена теперь можно смело нажимать кнопочку завершить установку и мы уже перезапустимся установленную систему погнали при первом запуске мы попадаем на экран начальной настройки нашего дистрибутива нажимаем начать настройку и здесь выбираем по нашему усмотрению параметры которые нам необходимы служба определения места расположения и автоматические отчеты о проблемах то есть телеметрия если вас это не устраивает моем случае это не проблема но если вы вдруг побаиваетесь телеметрии тех данных которые уйдут на сервера fedora для улучшения на скажем дистрибутива в будущем исправления различных ошибок вы можете включить я живо оставляю себя включен и нам далее и здесь появился вот такой вот пунктик возможность включить сторонний репозиторий то есть как мы знаем у fedora есть свой собственный репозиторий где не так уж много различных приложений с версии 35 есть возможность подключить прямо на старте установки системы то есть при первой настройке то есть то что мы сейчас делаем подключить сторонний репозиторий нажимаем подключить обязательно жмем далее и здесь вводим свое имя пользователя ну то есть это первичная оемовская скажем так настройка жмем далее выбирать выбер мегапароль 123 жмем далее и нажимаем начать работу с fedora линукс и так мы находимся в установленной системе в первую очередь нам необходимо посмотреть конфигурацию данной сборки данного пока дабы у нас было представление о том что нам необходимо установить и до установить и настроить и так как мы видим это интелский процессор а и 5 6600 кей skylight и графика у меня здесь установлена и видео 1055 но как вы видите дистрибутив ее не определил потому что здесь у нас не установлены драйвера и видео как вы видите у нас есть вот такой вот скажем так тире потому что сейчас данный момент мы находимся на свободных драйверах первую очередь давайте установим для наглядности несколько утилит необходимых нам это инексай не уфейч и и что да сейчас только подключить надо интернет у кого проблемы на старте здесь трибу тима с подключением интернета самый простой быстрый способ это подключить ваш смартфон через провод как юсби модем что я собственно сейчас и сделал и вот здесь у меня он виден как проводной интернет на самом деле я подключил сейчас смартфона как вы видим сейчас у нас уже установлен репозиторий для google chrome не свободные репозиторий но он фришный для и видео драйвера и не свободный для установки стима все это проприетарный софт и fedora по умолчанию он в принципе исходя из их идеологии не может поставляться из коробки поэтому и существует сторонний репозиторий который называется рпм южу и который начиная с данной версии как мы видели раньше с начиная с fedora 35 его можно подключить на и первичные настройки дистрибутива устанавливаем наши утилиты как вы видим наша система установлена вот вот этой вот дате то есть через 100 слэш можно проверять насколько старая у вас система и когда была сделана установка и так давайте посмотрим и разберемся а собственно у нас дистрибутив fedora linux 35 workstation edition то есть она нас на гноме 35 версии мы имеем сорок первый гном процессор у нас опять 6600 кей sky lake и gpu nvidia geforce gtx 1050 ти но если мы сейчас перейдем в раздел графикс то мы видим что у нас вот здесь вот стоит свободный драйвер нас это не устраивает соответственно нам необходимо установить и видео драйвер чем собственно мы сейчас и займемся прежде всего и так в первую очередь нам необходимо проверить если еще необходимые обновления да они есть жмем это и производим установку после чего нам будет необходимо перезапустить компьютер и уже после этого только устанавливать драйвера то есть первую очередь нам необходимо всегда обновиться до актуальной версии дистрибутива то есть довести его пакета до актуальной версии чтобы не сталкиваться в дальнейшем с неактуальностью предустановленных пакетов системе что может вызвать последующие ошибки либо установки драйвера либо некорректной работе дистрибутива в целом обновление выполнено перезапускаемся мы перезапустились запускаем наш терминал и сразу же исправим данный момент потому что в шорткатах gnome по умолчанию нету сочетания клавиш привычных лично для меня контур альт-т который вызывает терминал поэтому переходим в клавиатура скроллим самый низ просмотры изменения комбинаций клавиш опять скрою на самый низ дополнительные комбинации добавляем комбинацию здесь пишем терминал команда gnome тире терминал и комбинацию клавиш либо контур альт-т либо супер т давайте давайте добавим их обе терминал гно и все добавили заходим наш терминал проверим еще раз это конечно не нужно но тем не менее почему бы и нет до отсутствует действие для выполнения то есть все необходимые обновления были установлены теперь можно приступать непосредственно установки самих драйверов выполняем данную команду суда днм install ставим ключ y чтобы согласиться со всеми вопросами которые будут предложены установщиком install айки мод и видео и жмем это поэтому и 100 прибутаемся давайте поменяем иксовую сессию на сессию вэйманда которая переключилась нам обещали что это можно будет сделать давайте посмотрим можно ли это сделать нажимаем завершить сеанс появился момент то что можно выбрать гном на вэйланде даже будучи на им видео и что мы сейчас видим как вы видели картинка до этого на иксах рыжила причем на основном мониторе на активном я не видел этой желтизны а именно через убес захватывался желтизной сейчас я переключился на вэйлан и как вы видите желтизна ушла мы сейчас находимся на вэйланде вэйланд и и видео geforce gtx 1050 ти то есть достаточно даже старая карта но тем не менее на вэйланде как вы видите она работает теперь давайте посмотрим что у нас установлена из приложений и что мы можем удалить за ненадобностью и так чиз я всегда удаляю он мне не нужен и самое главное то что мне нравится что здесь ну именно в фидоре различной гномовский софт да он не привязан как какие-то зависимости нежели это было в манджаро и меня очень сильно бесило то что допустим тот же самый чиз я не мог удалить на манджаро на фидоре таких проблем я не встретил удаляем либро офис он мне не нужен так как я пользуюсь а он ли офисом ритм бокс у меня тоже не нужен тур тоже можно удалить в домовский видеоплеер я тоже не использую удаляем сканер документов фотографии удаляем ну вот и все переходим в репозиторий по и посмотрим что у нас собственно здесь происходит итак давайте посмотрим что же у нас установлена здесь и дура 35 появился такой пункт как фидора flatbox но не нужно опутать его с тем что это не подключение репозитория флэдхаб это именно пакеты в флэдпак формате которые сообщество fedora одобрил для добавления вот вот эту свою репу тот момент который мы включали как сторонние здесь на самом деле пока что такая начальная реализация и софта на самом деле не так уж и много поэтому в любом случае флэдхаб в будущем нам придется подключить кто не знает флэдхаб это приложение которое используется на дистрибутиве fedora но в принципе он кросс платформенный и в любой дистрибутив можно подключить репозиторий флэдхаб и устанавливать оттуда приложение флэдхаб как мы видим тоже включен и чуть дальше мы этот момент тоже проверим потому что когда я тестировал бета-релиз fedora 35 лет хап у меня не определял весь софт необходимый но сейчас мы это все дело проверим также автоматически включена репа для google chrome как я говорил для им виде драйверов и для стима то есть по сути если мы в объем поиск steam мы отсюда его сможем установить и как вы видите он не вовлет пак а именно обычный рпм пакет то есть как депп пакеты на ubuntu и депп зависимых дистрибутивах так здесь мы имеем рпм пакет пока что нажмем установить в любом случае steam нам пригодится для будущих тестов steam установился если так искать google chrome тоже находит давайте посмотрим допустим в кд и лайф и как мы видим кд и лайф на самом деле он не находит почему-то здесь то есть какие-то определенные приложения свет хаба даже если он нам пишет что он установлен я не могу найти давайте попробуем сайта допустим я хочу установить кд и лайф нажимаем install открыть магазине приложений и вероятнее всего сейчас он установится да а то есть есть возможность установить но установить его как локальный файл меня это не устраивает я хочу подключить сам флэт хаб нажимаем вот сюда quick setup выбираем наш дистрибутив и здесь можно поступить двумя способами либо через терминал либо через скачку пакет проще открыть терминал данную команду будем пароль бамс по сути все добавилось сейчас проверим либо нужно будет перезапуститься еще это я да как мы видим флэт хаб сразу же подключился то есть в настройках мы видели что флэт хаб включен но на самом деле пришлось от докинуть еще вот приложение флэт пак именно сам флэт хаб сюда вид как приложение флэт пак странно странно на самом деле как это реализовано вероятнее всего то и было по сути то избранная репа с избранными приложениями именно в формате флэт пак но странно конечно на самом деле уже можно было бы спокойно включить по умолчанию там флэт хаб и вероятнее всего это связано как раз таки с тем что не все приложения даже с флэт хаб подходят под критерии добавления софта сам дистрибутив по умолчанию но мне кажется в будущем на самом деле это как раз и будет реализовано потому что именно вот это мне видится как задел на будущее фидора поставляется совершенно ванильный и чистый гном у нас версия гнома 41 то есть самая последняя самая свежая 41.1 на данный момент мы находимся в вейланде от и видео драйвера в принципе уже неплохой результат и по сути как видите все работает на фидоре теперь нам необходимо сделать в первую очередь это включить трейк мне его очень сильно не хватает для этого нам необходимо установить утилиту расширения который нет тоже по умолчанию и как по мне это не есть хорошо на самом деле потому что это утилита часть системы то есть часть того как можно работать с гномом поэтому как мне кажется будущими апдейтами это необходимо добавить переходим в менеджер приложений и здесь пишем extension выбираем расширение и установить и сразу же ходом выбираем дополнительные настройки для гнома и тоже жмем установить дополнительные настройки у нас уже здесь появились они сразу закидывается если что закидывается в папочку утилиты нажимаем сюда и вот здесь напишут что для того чтобы управлять расширениями в нашей системе нам необходимо установить как раз таки утилиту расширения которое появилось у нас вот здесь и тоже уже установилась и так здесь дополнительных настройках можно включить все то что не нравится людям в гноме по умолчанию и частности те же самые вот кнопки вот здесь тоже можно включить как раз таки в дополнительных настройках гнома если кто-то вдруг еще об этом не знал так как у меня стационарный пк режим ожидания при закрытии ноутбука я отключаю а вот сверхусиление включая сверхусиление это как раз таки тот момент когда вот громкость можно поднять до 140 кажется процентов для ноутбуков как раз таки очень хорошо подойдет данный момент с автозапуска мы поиграемся чуть позже это как раз таки вот здесь настраивается момент приложение которые будут стартовать при запуске системы а верхняя панель секунды я выставляю всегда секунды так как секунды позволяет понять зависла ли у вас система либо она еще работает и просто немножко тупит если у вас более слабое железо для ноутбука здесь можно выставить заряд батареи в процентах мне это опять таки не интересно далее переходим во внешний вид и здесь можно настраивать как тему указатель мыши значки либо какую-то свою кастомную тему фоновые изображение рабочего стола и на экран блокировки тоже можно повесить свою обоину заголовки окон как раз таки вот здесь включим кнопочки которых не хватает в доме по их философии но мы придерживаемся своей философии удобства поэтому кнопочки нам эти нужны включаем их далее приходим клавиатурой мыши здесь я ничего не трогаю а вот в окнах я выставляет центрировать новые окна то есть каждый раз когда мы открываем какое-либо приложение она будет открываться по центру лично для меня это удобно если вам это неудобно не ставьте не выбирайте рабочие места оставляем динамическими шрифты тоже не трогаем по дополнительным настройкам все для того чтобы запустить утилиту расширения нам бы скорее всего перезапуститься либо просто завершить сеанс давайте попробуем просто завершить сеанс вы этого к сожалению не увидите потому что evermedia захватывает хочет хочется какие видится пробуем запустить утилиту расширения да и она стартует то есть достаточно сделать логаут самой системы чтобы данная утилита применилась в системе и получила права для запуска и так на бэкграунд логом у нас здесь установлено расширение это вот самый логотип который можно применить для всех обоин и настроить как он будет отображаться здесь я оставляю в принципе включенному мне не мешает game mode на сорок первый гном еще не завезли поэтому здесь мы видим такой значок то что данное расширение не поддерживается это одна из проблем гнома из проблем свежести гнома то что не все расширения поспевают за мейнстримом самого рабочего окружения и это иногда бывает проблем поэтому если у вас нет острой необходимости то принципе лучше подождать всегда месяц после выпуска основного релиза и тогда быстрее вероятнее всего расширения уже подтянутся и будут работать play status indicator это вот этот момент где можно перейти по-быстрому необходимые для нас папки на утилуса для того чтобы включить кастомную тему в доме нам необходимо активировать данное расширение это юзер тэмс нам необходимо перейти на данный сайт extensions дном точка орд нам необходимо установить расширение для браузера который позволит устанавливать расширение для гном нажимаем вот сюда расширение установлено перезапускаем страничку и смотрим вот наши установленные расширения как мы видим гейм мод пишет здесь outdated потому что он доступен только для 40 версия для 41 его еще не обновили ждем и первое расширение самое важное кто нам не нам необходимо установить это и пятеньки и и индикатор и кей статус это тот самый трей для нашего гнома переходим установленные и здесь сразу же можно открыть настройки и обычно я вопреки здравому смыслу я всегда его ставлю по центру потому что мне так удобно вы уже решайте сами как вы видите здесь у нас появилось наше расширение и вот здесь вот в этой части будут открываться приложение свернуты прей теперь нам необходимо установить так как мы на и виде нам необходимо установить утилиту для контроля пуллеров нашей видеокарты от и видео если на мд это пор контрол то для видео это гв и green with envy желаем установить происходит это достаточно быстро будет весело если данная утилита не работает с вейландом нет не работает с вейландом и это очень-очень-очень плохо ну да она не видеть она не видеть так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok